Добрый вечер! Добрый вечер! Хлеб всему голова. Секреты успеха предприятия «Брест Хлеб Пром». Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Развитие образования – одно из приоритетных направлений политики белорусского государства. Представители вертикали активно взаимодействуют с учебными заведениями, создают программы для эффективного образовательного процесса и сотрудничества. В Брестской области органы областного управления практикуют такой вариант общения, как встречи студенческого актива с представителями руководства области. Кроме того, для стимулирования активного общения между вузами организуются различные спартакиады и соревнования. На этой неделе в Полесском государственном университете подвели итоги спортивных состязаний среди студентов четырех вузов области. К финишу пришли сильнейшие, а стимулом стать таковыми были призы от главы региона Константина Сумара, который лично присутствовал на подведении итогов, а также провел активный диалог с молодежной аудиторией. На какие вопросы ответил губернатор и какие задачи поставил перед учащейся молодежью? Ответ на этот вопрос даст наш корреспондент Анастасия Ноздвин-Плотницкая. Смотрите первый материал выпуска. С целью стимулирования физической активности, а также формирования активной гражданской позиции, 19 и 20 ноября в Пинске прошла областная межуниверситетская спартакиада на призы председателя Брестского областного исполнительного комитета. Студенты из двух вузов Бреста, а также Барановичей и Пинска встретились на Полесской земле, чтобы определить самых сильных и спортивных. В состязаниях приняли участие более сотни юношей и девушек. Такие масштабные соревнования среди студенческой молодежи области учреждены по инициативе губернатора Константина Сумара и проводились впервые. Для студентов эти соревнования хороший способ не только пообщаться, но и определить свой спортивный уровень. Занимаюсь плаванием уже давно и состою в команде национальной. Ну и вот занимаюсь. То есть такие соревнования для тебя своеобразный этап тренировочного? Да. Ну, несложно было тут видеть. В течение двух дней определялись лучшие из лучших в плавании, волейболе и баскетболе. Знаменательно, что две трети медали увез в Брест государственный университет имени Пушкина, главная кузница спортсменов области. Такие состязания регионального уровня проводятся впервые. Председатель областного исполнительного комитета Константин Сумар считает, что подобные соревнования необходимо проводить регулярно и переводить их в разряд универсиады. Это поможет улучшить диалог между учебными заведениями, а также дать определенный стимул для новых достижений. Молодежь – это будущее страны, будущее любого общества. И, конечно же, на молодежь всегда надо делать ставку, потому что это беспрогрешный вариант. Это те люди, которые придут завтра в регион руководителями, в областной уровень тоже самое, придут в учебные заведения, медицинские учреждения, в школы, работниками культуры, и они начнут новую свою, например, уже проводить линию на базе той, на базе той базы, которую мы создаем. И то, что мы оставляем, они потом достойно это будут применять. Две трети призовых мест, в том числе мест первых, к счастью, остались за нами. Но я должен серьезно сказать, что радость не только в этом. Большое значение вот этой студенческой областной спартакиады заключается в том, что наши студенты, считай, впервые в таком формате встретились для того, чтобы испытать себя и оценить силы, возможности своих сверстников. В дальнейшем мы будем знать, как строить спортивный тренировочный процесс, как его совершенствовать. В рамках встреч Константин Сумар посетил Полесский государственный университет. Во время экскурсии по вузу губернатор региона ознакомился с достижениями учебного заведения, его наработками и новинками, в частности с интернет-библиотекой. Руководство университета заботится о своих студентах, поэтому активно обновляет учебное пособие. Это позволяет обеспечивать информацией научную и образовательную деятельность, создавать Центр распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Кроме того, руководитель области ознакомился с научными наработками студентов в сфере биологии. Губернатор уверен, что хорошая научная и спортивная база вуза помогает учреждению образования держать высокую образовательную планку. В базу Полесский университет заложено немало средств, это более 300 миллионов долларов вложено сюда, в эту базу. Но мы видим, что она дает уже отдачу, серьезную отдачу. И если говорить о высших учебных заведениях, то у нас достаточно. Нам надо только просто более эффективно использовать вот эту базу четырех университетов и в какой-то степени пересмотреть свои подходы. Это я уже к ректоратам обращаюсь, чтобы мы не перепроизводили тех специальностей, которые нам уже не нужны в будущем. Финальной частью визита губернатора региона в Пинск стала открытая дискуссия с активистами вузов области. На протяжении практически двух часов председатель областного исполнительного комитета отвечал на вопросы студентов, делился планами и перспективными идеями в образовательной сфере. Прошел обмен мнениями по вопросам образования, научной деятельности и организации досуга студенчества. Молодые люди интересовались вопросами образовательной политики, перспективами совершенствования учебного процесса. Особое внимание уделялось развитию СМИ как вузовского, так и регионального масштаба. Мы делаем для того, чтобы наши люди имели возможность увидеть этот новостной блок. Потому что телевидение областное не может покрыть всю область. Поэтому нам там помогает Барановицкое телевидение, свой регион закрывает. Кинское, где мы находимся, как раз Тольнинский регион, это Полесье. Бухтеве закрывает все остальное, этот участок. Ну а образовательное телевидение до Бирозе, поэтому я только приветствую и всячески будем поддерживать развитие и помогать. Особое место заняла дискуссия о возможности выделения грантов на научную сферу, на разработку проектов, которые впоследствии будут реализованы на практике. Подобные инициативы уже создаются и реализуются в вузах, однако требуют активного внедрения в современную социальную и производственную сферы. Такие встречи способствуют активному внедрению молодежи в экономический процесс, а также развитию научного потенциала вузов региона. Анастасия Назринплотницкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Продолжаем выпуск. Среди немалого количества работающих в стране банков, Минский транзитный банк имеет репутацию надежного партнера. Его деятельность была начата в 1994 году и направлена на удовлетворение потребностей не только частного лица, но и корпоративного клиента. Предоставление банкам широкого спектра услуг позволяло и позволяет постоянно пополнять клиентскую базу. Сегодня среди постоянных клиентов банка можно увидеть крупные и малые предприятия Абреста, а также индивидуальных предпринимателей. Банк усовершенствует свою работу с клиентами и пополняет список предоставляемых услуг. Банк растет, число клиентов увеличивается, требуются новые площади. Поэтому региональный расчетно-кассовый центр МТ-банка, располагающийся по улице Московской, 332, дробь 2, сегодня уже находится в центре города на проспекте Машерова, 53. В пятницу прошла церемония торжественного открытия. С подробностями Лариса Осмолович. Минский транзитный банк стремится к тому, чтобы быть ближе к своим постоянным и новым клиентам и обеспечивать им максимальный комфорт в пользовании банковскими услугами. Поэтому офисы его всегда и везде располагаются в пиковых точках городов. Уютно обосновавшись в центре города над Богом, на проспекте Машерова, 53, он, можно сказать, будет всегда рядом, всегда под рукой, а открытие еще одной точки поможет более полно охватить своими услугами население областного центра. МТ-банк вообще, головной офис, очень заинтересован в развитии сети банка. И за последний год мы очень значительно приросли, как в количестве региональных отделений, так и какие-то удаленные рабочие места мы открываем. Безусловно, Брест и вообще западный регион для нас это стратегически важный регион по разным причинам. И, конечно, мы заинтересованы в клиентах города Бреста и в том, чтобы им было действительно удобно пользоваться нашими услугами. Действительно, популярность МТ-банка растет из года в год. Его предложения и услуги ориентированы не только на представителя бизнес-пространства, но и на рядового потребителя, поэтому количество клиентов увеличивается. За 19 лет своей работы МТ-банк заслужил репутацию надежного финансового партнера, который оказывает профессиональную помощь в решении различных деловых вопросов. Мы находились по адресу Московская, 332-3, теперь мы переехали в центр города, в новое помещение, большое, комфортное, с комфортным режимом работы для клиентов, с 9 часов до 8 вечера. У нас работают три кассы, мы осуществляем широкий спектр банковских услуг. Это кредитование населения, это оформление сберегательных продуктов, это оформление депозитов по выгодным ставкам, также мы осуществляем валютно-обменные операции по выгодным курсам, у нас есть подъезд к нашему РКЦ, парковка, также привитливый персонал. Будем рады видеть вас в нашем отделении. Деловые люди, люди, умеющие располагать к себе, работают в МТ-банке. Политика этого учреждения – все для клиента. Максимум предложений и никаких неудобств. И это свидетельствует не только о высоком потенциале банка, но и о демонстрации желания быть ближе к своим клиентам. Самое главное – это, прежде всего, индивидуальный подход и понимание. То есть клиент должен чувствовать, что именно к нему мы обращаемся, то есть именно его мы обслуживаем. То есть что он не просто прохожий какой-то, а именно индивидуальный подход, понимание, попасть в его потребность, предложить ему тот продукт, который именно он хотел бы. У нас проводится очень много розыгрышей. Также у нашего банка самые свежие решения, где таких решений свежих нет ни у одного банка. Это розыгрыш квартиры, наши высокие ставки, также хорошие обменные курсы. Также у нас есть сберегательная новая карта мгновенного выпуска. Кто придет к нам за сберегательным продуктом, мы сразу же готовы выдать им банковскую пластиковую карточку. МТ-банк ориентирован прежде всего на рядового потребителя, а, видимо, поэтому день открытия для многих не стал неожиданностью. Брещан, которые пришли на праздник, было достаточно много. Конечно, их привлекла и зазывная театрализованная программа, и разнообразие призов, которые можно было получить в ходе розыгрыша лотереи. Надежность вызывает среди населения. Но, я думаю, может быть, больше сеть вас обхватывает, как бы много филиалов открыто ваших, поэтому доступно населению услуги вашего банка. Ну, поэтому, я думаю, может быть, еще будут такие более условия для вклада в открытие у вас, может быть, в среде, более популярной среди других банков. Я очень довольна, что вы открылись. Дай бог вам успехов, чтобы побольше клиентов хороших, побольше денежек приносили в банк. Очень удобно, очень такой вот и процент очень хороший. МТ-банк может осуществлять операции по открытию текущих счетов, а также депозитных и кредитных. Депозитные счета могут открываться в национальной валюте, драгоценных металлах и иностранной валюте. Банк осуществляет кассовые операции, имеет специальное помещение для хранения ценностей клиентов не только в драгоценных металлах и камнях, но и в денежном эквиваленте. МТ-банк сегодня – это лидер в этом направлении, в направлении различных акций, свежих решений банковских продуктов, новых, уникальных на рынке. И, безусловно, это дает нам приток новых клиентов. И всем нравятся наши акции, наши белки по депозитам, и другие акции по кредитам. Присоединившись к клиентской базе МТ-банка, вы найдете в его лице надежного партнера вашего бизнеса и надежного хранителя ваших средств. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, который мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. В Бридском облсполкоме прошло ноябрьское заседание. Вопросы, вынесенные на обсуждение, актуальны. Поэтому присутствие ответственных чиновников из Минска было как нельзя кстати. В центре внимания вопросы здравоохранения, в частности, ход выполнения государственной комплексной программы профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011-2014 годы, а также отчет руководителей самых проблемных отраслей экономики, торговой потребкой операции аграрно-промышленного комплекса. От руководителей всех районов губернатор региона Константин Сумар потребовал навести элементарный порядок на вверенных им территориях и в организациях, включив, если надо, цитата, «ручное управление и безжалостное отстранение от работы тех, кто этого не понимает». Председатель облсполкома также сделал акцент на тех недоработках, которые нередко выявляются при посещении городов и районов. «Многие проблемы, которые требуют быстрого разрешения, находятся в компетенции районной городской власти», подчеркнул Константин Сумар. А потому решать все вопросы и спрашивать за недоработки будут руководители местного управления. На этой неделе губернатор региона Константин Сумар встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Кореи в Беларуси Ян Джунгмо. Цель визита высокопоставленного дипломата углубления экономического сотрудничества и привлечения корейских инвестиций в экономику региона, а также развития сотрудничества в научной и инновационной сферах. Участники встречи сошлись во мнении цифры, отражающие уровень сотрудничества Брещины. С Кореей на сегодняшний момент небольшие, но есть потенциалы и возможности для того, чтобы партнерские отношения успешно развивались по различным направлениям. Во время ознакомительной поездки в регион Ян Джунгмо встретился с этническими корейцами, проживающими в Беларуси. По мнению дипломата, они могут стать связующим мостом между двумя народами, способствовать развитию культурного обмена. В течение двух дней корейский дипломат успел посетить мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», а также с обзорной экскурсией побывать в свободной экономической зоне Брест. В минувшую среду в Бресте на базе 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады в торжественной обстановке состоялось открытие памятника бюста бывшему командующему воздушно-десантных войск СССР, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Голубые береты называют генерала Маргелова десантником номер один. Более четверти века, являясь командующим ВДВ и внеся неоценимый вклад в создание современных воздушно-десантных войск, генерал Василий Маргелов десантным братством единодушно возведен в ранг всеобщего десантного батя. На митинге, посвященном открытию монумента, присутствовали сын легендарного командующего, Герой России, полковник в отставке Александр Маргелов, автор идеи памятника и руководитель скульптурной мастерской Михаил Сердюков. В Бресте в общественно-культурном центре прошли гастроли Московского театра на Малой Бронной. Спектакль «Поздняя любовь» по рассказу Нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера в постановке режиссера Евгения Арье произвел на брестских театралов неизгладимое впечатление. Свою роль в этом сыграл великолепный актерский состав. На брестской сцене блестящие перевоплотились своих героев Леонид Каневский, великолепный Эммануил Виторган и, конечно, неповторимая Клара Новикова. Полный аншлаг подтверждения успеха спектакля, который прошел на сценах многих театров постсоветского пространства. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале Бук-ТВ. Говорим не только об актуальном и важном, но и об интересном и познавательном. Сегодня проблемы, связанные с модернизацией деревообрабатывающей отраслью, крайней бесхозяйственностью и ненадлежащим хранением дорогостоящего оборудования на предприятиях страны, вызвали большой резонанс в государстве. После посещения Бориса в Древо по указанию главы государства Александра Лукашенко была создана межведомственная рабочая группа. На протяжении двух недель ее представители проверяли, насколько грамотно осуществляется модернизация на предприятиях страны и как выполняются поручения главы государства Александра Лукашенко. На этой неделе представители контролирующих органов посетили открытое акционерное общество «Ивацевич Древ». Что изменилось с прошлогоднего визита на предприятие и с какими проблемами столкнулось открытое акционерное общество сегодня? Подробности в нашем следующем сюжете. Навести порядок – такое получение дал глава государства нынешнему директору ОАО «Ивацевич Древ» Владимиру Шульге. Напомним, что в прошлом году, по словам Александра Лукашенко, на старом заводе предприятия царил производственный хаос. Сегодня в бытовых помещениях и цехах наведен идеальный порядок. Порядок на территории наведен, как на территории, так и в производственных помещениях. На сегодняшний день начата уже и модернизация старого производства, запланирована к реализации ряд новых проектов. Надо сказать, что да, замечания учтены. Кроме того, предприятие «Ивацевич Древ» первым из деревообрабатывающих в стране закончило реконструкцию. И сегодня для того, чтобы в условиях жесткой конкуренции акционерное общество оставалось на плаву, руководство деревообрабатывающего предприятия планирует и дальше внедрять новые технологические разработки, создать логистический центр, а также продолжить модернизацию производства на старом заводе. Новая площадка, она вышла на проектные мощности сегодня полностью? Да, мы в апреле достигли проектной мощности. И там мы с плюсом, плюс 10% мы сегодня в месяц как-то добавили уже проектной мощности. Хотя планы, я думаю, что в первом квартале добавить еще. Введение в эксплуатацию цеха по производству древесно-стружечных плит в 2012 году стала новой вехой в истории акционерного общества. Высококачественная продукция востребована как в стране, так и за рубежом. Но несмотря на успехи нового завода, модернизация старой площадки – мера необходимая. Ведь несмотря на большой спрос, прибыль остается низкой. Это связано с тем, что некоторые просчеты были допущены на начальном этапе – этапе бизнес-планирования. В качестве исходных данных были взяты заниженные сведения по затратам на заработную плату, энергоресурсы и сырье. Соответственно, результат существенно отличается от заявленного в бизнес-плане. А это, в свою очередь, может в будущем привести к проблемам погашения долговых обязательств. Для чего на сегодняшний день и реализуются проекты на старой производственной площадке? Это прежде всего, чтобы повысить эффективность работы предприятия, то есть повысить рентабельность реализованной продукции, увеличить прибыль предприятия и таким образом стабилизировать его экономическое состояние. Увеличение доли экспорта сегодня – одна из важных мер стабилизации экономики на предприятии. Чтобы Ивацевич Древ в следующем году смогло расплатиться по кредитам, необходимо расширить географию поставок продукции. Одно из предприятий направлений – Средняя Азия. Ценовые подходы в этих странах более выгодны для предприятия. Поэтому переориентация рынков сбыта – ключевой момент, от которого зависит экономическое будущее акционерного общества и которое позволит выйти на новый уровень. Выйти на рентабельность более высокую и объем прибыли, который должен быть в предприятии в месяц, на уровне 10 миллиардов рублей, что позволит нам рассчитываться по долговым обязательствам, которые сегодня есть. Вывод следует один. Чтобы государственное вложение в проект модернизации Ивацевич Древ общей суммой более 400 миллиардов белорусских рублей было оправданным, руководству необходимо выполнить ряд предписаний. Вернуть долги банкам, погасить все задолженности, а также продолжить налаживание нового производства. Эти три вектора позволят предприятию Ивацевич Древ увеличить объемы производства, сохранить свои позиции на рынках сбыта и получить долгожданную прибыль. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. На Брестском мясокомбинате на этой неделе была запущена новая автоматизированная линия по обработке туш. Необходимость модернизации этого участка большого предприятия назревала давно, так как старые технологии устарели, конкурентность выросла, а покупатели стали требовательней. Новая линия работает всего неделю, но уже имеет положительный результат и радует, в первую очередь, работников предприятия, которым стало намного проще выполнять функциональные обязанности. Кристина Купрякова расскажет о новом производственном решении на Брестском мясокомбинате. Выжить в современных рыночных условиях предприятиям непросто. Ведь конкурентоспособность растет, старые технологии устаревают, требования покупателей становятся строже. А чтобы соответствовать требованиям современного рынка и привлекать покупателя качественной продукцией, предприятиям приходится внедрять новые методы производства товара. На Брестском мясокомбинате необходимость новой линии назревала не один год. Желаемые воплотили в реальность. Сегодня линия работает неделю, но уже успела себя оправдать. То же количество работников успевает сделать объем работы в полтора раза больше. Это позволяет не только сэкономить денежные средства, но и облегчить труд сотрудников. Актуально ведь 2013 год бережливости. Физически, в принципе, уже сейчас у нас точно нет никаких проблем, потому что, соответственно, вы же видите сами, все оборудование, все как бы так хорошо. И намного легче нам стало работать. Новая автоматизированная линия заменила изношенное оборудование, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на качестве обработки туш, на энергоемкости технологического процесса и, как следствие, на эффективности выполненных работ. Каждое рабочее место оснащено по 100 мойки и дезинфекции, а все машины и компоненты оборудования, находящиеся в контакте с продуктом, снабжены устройством чистки и стерилизации. Также установка новой линии позволяет обеспечить выпуск продукции более высокого качества за счет отсутствия влажной обработки и применения вакуумной системы зачистки. И это не что-то из ряда вон выходящее, а требуемые условия времени и современного рынка. Иначе удержаться на должном уровне будет очень непросто. Мы заканчиваем буквально очень скоро, в первую очередь, нового цеха по производству сырокопченых изделий. И мы там планируем разместить новинки, которых не будет ни у кого в Белоруссии. Также планируем новый цех полуфабрикат, строительство, кобринскую площадку мы тоже расширяем, новый склад логистический строим. Мы все в стройках, постоянно в развитии, и покупатели это будут видеть через качество и через новинки. Это лидирующая линия по производительности, что подтверждает наш статус сегодня на мясном рынке Беларуси. Мы сегодня лидирующие предприятия, как экономической составляющей, так и производственной составляющей. Поэтому мы собираемся быть первыми, никому это место не уступать. Я думаю, у нас все получится. Руководство Брестского мясокомбината осознает всю сложность современного рынка. Но благодаря налаженной работе и благодаря тому, что им удается угадывать спрос покупателей, они достаточно уверенно держатся на плаву и, как признали сами, намерены двигаться вперед с таким же успехом. Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. Хлеб всему голова. Это выражение знакомо нам с детства. Неудивительно, ведь хлебобулочные изыски занимают почетное место в меню практически каждой семьи. От того, как работает хлебная индустрия города над Бугом, напрямую зависит разнообразие ассортимента этой популярной среди населения продукции. Одним из ведущих предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий Брестской области является республиканское унитарное производственное предприятие «Брест Хлеб Пром». Предприятие, которое в прошлом году за высокие показатели в развитии промышленного производства попало на областную доску почета. О секретах успеха и о планах на будущее хлебных дел мастеров в нашем следующем сюжете. Сегодня предприятие «Брест Хлеб Пром» является одним из доминирующих поставщиков хлебной продукции на прилавке магазинов Брестского региона. Фактически каждый из нас, заходя в продовольственный магазин, первым делом покупает продукцию этого предприятия. Благо, ассортимент достаточно богат и позволяет выбрать главный продукт стола на любой вкус. Стимулом как для появления новинок, так и для модернизации производства является серьезная конкуренция со стороны других производителей либо обулачных изделий. За последние годы мы очень серьезно занялись производством кондитерских, мучных кондитерских изделий. И я хочу сказать, что эти объемы нарастили практически в два раза. Даже буквально, если сравнивать 2010 год и 2013 год, вот по итогам уже можно сказать 10 месяцев, то объемы производства увеличились с 2100 тонн до 3000 тонн. Брест Хлеб Пром – единая сплоченная команда, цель которой – предложить покупателю высококачественные и полезные для здоровья продукты. Сегодня предприятие по торговой марке «Берестейский пекарь» производит и реализует более 700 номинований хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлеб, торты и сушки, пряники и печенье, кексы и другую выпечку. На таким изобилием выбора во всем производственном объединении работает более 2000 человек на семи филиалах по всей территории Брестской области. Безусловно, сотрудники предприятия в сочетании с грамотной политикой руководства играют важную роль в достижении успеха. Тем более, когда на заводе работают люди, любящие свое дело. С детства любила выпечку, любила готовить, и вот у меня всегда стимул был, чтобы выпекать что-нибудь такое. Я знаю свою работу, я люблю ее, знаю своих коллег. То есть они тоже эту работу знают, любят. Таким сотрудником является Инна Кочеловская. Работая на предприятии около 15 лет, кондитер пятого разряда научилась создавать из теста настоящие шедевры. На предприятии талант не остался незамеченным. И на конкурсе профессионального мастерства работников булочного производства Инна Петровна заняла почетное первое место. Я много раз участвовала и решила для разнообразия не только природу описать или животных, но и достояние Беларуси, и решила выразить это, как говорится, хлебе, каравае. Скажите, какие эмоции вы ощутили, когда вы знали о победе? Радость, ликование. Первое место, как говорится, не каждый раз. Некоторые виды хлебобулочных и кондитерских изделий широко известны как жителям Брестской области и всей республики, так и за рубежом. Ведь, как известно, экспорт – одна из возможностей увеличения объемов производства. Тем более, серьезная конкуренция на внутреннем рынке диктует свои условия и в планах расширения географии поставок. Поэтому продукцию берестейского пекаря удастся попробовать жителям не только России, но и Грузии, Азербайджана и Казахстана. В этом году, как никогда, мы, наверное, увеличили объемы поставок на экспорт. Но я могу сказать, что только за 10 месяцев этого года, для нас цифра эта действительно внушительная и серьезная, мы поставили уже на миллион 150 тысяч долларов своей продукции. Могу в цифрах сказать, что это порядка 600 тонн хлебобулочных изделий и порядка 150 тонн кондитерских изделий. Важным фактором успеха предприятия является полномерная модернизация. Уже в декабре ожидается запуск новой линии и обновление складов хранения муки, отработка технологий хлебобулочных изделий и расширение ассортимента. Останавливаться на достигнутом – это не про нас, говорит Леонид Брич. И можно не сомневаться, что предприятие будет развиваться и радовать любителей ароматной выпечки, качественной продукцией. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Да, хлебных дел мастера успешно справляются со своей работой. Впрочем, как видно из материалов выпуска, сказать, что на Брещене люди не любят или не хотят трудиться нельзя. И это доказано временем. Поэтому слоган «Брещена, устремленное в будущее» весьма справедлив. А сейчас о погоде на ближайшие дни. Сразу предупрежу, зима уже на подходе. В воскресенье 24 ноября погодные условия на территории Брещены будут определять атмосферный фронт и влажная теплая воздушная масса. На большей части территории будет пасмурно. В ночные и утренние часы во многих районах и днем местами сгустится туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит 6-8 градусов со знаком «плюс». Уже в понедельник 25 ноября на территорию Беларуси со скандинавского полуострова сместится атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодный воздух арктических широт. Это обусловит резкое изменение погоды в нашей стране. Временами пройдут дожди. На Брещене ближе к вечеру мокрый снег. Ветер переменных направлений умеренный. Утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от плюс 3 ночью до плюс 2 в течение дня. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. С актуальной информацией вас познакомила Анастасия Остробко. Я с вами прощаюсь, но не переключайтесь после короткого блока рекламы в эфире нашего канала «Актуальное интервью» с новым руководителем Кобринского района Александром Зазулей. 22 октября глава государства Александр Лукашенко, проводя кадровые ротации в регионах Беларуси, утвердил Александра Ивановича в должности. Александр Зазуля на протяжении многих лет был депутатом городского совета. Последние годы представлял интересы кабринчан в парламенте. Он – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Понимает серьезность ответственности, которая легла на него, понимает и значимость своей работы. Итак, через несколько минут в эфире БУК-ТВ актуальное интервью с председателем Кобринского районного исполнительного комитета Александром Зазулей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова